Эх, люди ждали два года, когда обновят Ведьмак до версии 4.0. Ещё это обновление должно было выйти в первой половине 2021 года, но не вышло. А что сейчас? А 14 декабря всё же вышло это глобальное обновление. Скорее всего, его задерживали изначально из-за того, что выпустили багнутый Киберпанк, а потом отдали российской студии права на разработку, потом в свете некоторых событий расторгнули договор с жутким скандалом. Сразу скажу, что буду рассказывать о ПК-версии. Версии Xbox Series и PlayStation 5 я трогать не буду. Ну а с вами как всегда я, подписывайтесь на телеграм-канал, там люди узнают о новых видео раньше. И на бусте, если хотите меня поддержать. Поехали! Знакомство с Ведьмаком. С этой игрой я познакомился в 2016 году. Тогда у меня был немощный ПК, и я не мог запустить эту игру. Да и сейчас не могу на максимаклах. Об этом позже. После этого в 2018 году я купил себе видеокарту GTX 1060 на 6 гигабайт. И вот тогда я уже познакомился с этой игрой. Но играть я в неё много не стал. Во-первых, я проходил другие игровые проекты. Во-вторых, мне уже было неинтересно в силу того, что к тому моменту мне уже не нравился жанр экшн-рпг. Правда, сейчас снова нравится, но не суть. Так вот, в то время я ещё успел поиграть в Ведьмака 2. И вот эта игра мне очень понравилась. Но я её недопрошёл, как много но. И сейчас можно считать моё знакомство с игрой после долгих лет разлуки. Кстати, сюжет и задание я трогать толком не буду, потому что Ведьмака 3 до конца не проходил. Графическая часть. Игра стала намного красивее по сравнению с предыдущим обновлением. Раньше я считал, что графика Ведьмака уже идеальна. Но CD Projekt показала, что можно и лучше. Ну вообще, это показали моддеры. Но CD Projekt просто взяли, или как у нас любят говорить, вдохновились. Вставили в игру моды, созданные людьми. Также появились новые настройки. Запредельные плюс. Типа как iPhone 14+. Это сейчас модно. Больше объектов, больше людей, лучше текстуры. Ну короче, как всегда. Текстуры теперь, кстати, в 4К. Правда, кто его знает, как это используют будут. Ведь с лучами 4К только 4080 или 4090 будут обеспечивать вам 60 фпс. И то не факт. Так вот, сейчас просто посмотрите. Вы видите картинку без лучей. А теперь с лучами. Заметили разницу? Она большая, соглашусь. Но только если вы смотрите в отражение. Я вот, например, не сильно люблю RTX. Даже в пауке его вырубал. Ибо я не сильно замечаю разницу, если не вглядываюсь. А не вглядываюсь я постоянно, потому что я слежу за игрой. А не то, что у меня отразился какой-то волосок на теле в зеркале. Все главные персонажи, включая Геральта, теперь отбрасывают тени с высоким разрешением, даже вне роликов. Вот сейчас мы увидели опять разницу между лучами и без них. Поняли? Я... я вот нет. А сейчас перейдем, наверное, к самому интересному. Оптимизация. Да, она тут есть. Начнем с того, что у меня видеокарта AMD RX 6700 XT. При запредельных плюс настройках я получаю около 80-90 фпс в среднем. Что является очень неплохим результатом. И при моем мониторе 144 герца я чувствую плавность картинки. Ну а теперь включаем трассировку лучей и получаем стабильные... 20 фпс! Я, конечно, знал, что AMD видеокарта не для лучей, но 20 фпс у меня в том же Киберпанке выше 35 фпс выдавало. А если ФСР в производительность включить, было вообще больше 50. Тут мы без ФСР получаем 20 фпс. В исключенном ФСР на качество мы получаем около 30 фпс. Ну, в принципе, я считаю результат просто отвратительный, и я ведь не один такой. У людей на видеокартах Nvidia RTX 3060, 3060 Ti, 3070 тоже невозможно достичь желаемых 60 фпс. Картинка, конечно, просто превосходная, но в 30 фпс лучше уж я просто отключу трассировку и поиграю без нее. Зато фпс не будет делиться на 4, и это для понимания 1080p. Что может быть на 2к и 4к, я вообще боюсь представить. Ну, а тех, кто сидит еще на 20 линейке Nvidia, тоже могут забыть про RTX в этой игре. Другие изменения. Баги подправили, вот, кстати, их список. Также много изменений в плане навигации игры. Но самое главное изменение, которое я должен был рассказать вообще в начале ролика, это, конечно же... Как же мы без этого раньше жили, я вообще не понимаю. Ну и много других исправлений и мобильности интерфейса. Стоит ли вам пробовать Next Gen? Если у вас видеокарта от 30 линейки, не 30, 50, боже упаси. То, конечно, стоит, это как будто совсем новая игра, превосходящая саму себя. А вот стоит ли вам играть в это, если у вас линейка видеокарт 20 или 10? Ну, если только для использования новой графики запредельная плюс. Для лучей этих видеокарт не хватит. Ну, а для Амуде, если у вас RX 5000 линейки или 6000 линейки, то тоже запредельная плюс. Вердикт. Спустя 11 часов игры, что я могу сказать? Игра прекрасна и точка. Трогать её в плане сюжета не буду, так как прошёл игру процентов так на 10. А вот в графическом плане это прекрасно. Жаль, у меня нет хотя бы 2К монитора. Там бы я уже почувствовал величие игры. Ну и так сойдёт. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, телеграм-канал, твич-канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.